МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Елена Брюханова. Кандидат исторических наук. Доцент Института истории и международных отношений Алтайского госуниверситета. Создатель информационного ресурса о жизни городов Сибири во время первой всероссийской переписи населения 1897 года". Здравствуйте. Это программа «Человек с именем». Меня зовут Евгения Панина. И сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Елена Брюханова. Елена, добрый день. Здравствуйте. Очень рада нашей встрече. Елена, какой исторический период вам кажется таким замечательным, чтобы если бы была возможность туда слетать на машине времени, вы бы не отказались? Интересный, конечно, вопрос. Я думаю, что каждый период исторически заслуживает внимания. Но так сложилось, что моей профессиональной деятельностью, наверное, вот уже моей такой любовью стал период конца XIX века, начала XX века. Я считаю, что это такой расцвет, наверное, Российской империи, когда происходило много событий, и были действительно очень интересные общественные события и международные события. История, как дело всей жизни, об этом мечталась в детстве или такой юный выбор, который определил в итоге всю вашу взрослую жизнь? Я, наверное, мечтала действительно заниматься какими-то такими историческими исследованиями лет с 12. Сначала увлеклась такими историческими романами, фильмами, а потом мне стали интересны детективные истории. На самом деле, то, чем я сейчас занимаюсь, это тоже такая детективная история. Это поиск истины, да, это поиск материалов, поиск доказательств. И в итоге это такое уникальное соединение интереса, приключения и детективной истории. Тема вашей сначала дипломной работы, потом кандидатской работы и вообще научного поиска стала первая всероссийская перепись, которая как раз-таки в феврале прошла, но 1897 года. Почему так поздно, ну мне так кажется, так поздно вдруг, столько там царей было, да, вдруг решили провести всероссийскую перепись на излете 19 века? Почему раньше, например, после войны 1812 года, логично, мне кажется, было бы ее провести, посмотреть, какой у нас урон или никакого урона? Почему так поздно? Сразу скажу, что учет населения был. Были переписи, но они назывались ревизией, учитывалось податное население, то есть те, кто уплатил какие-то подати. То есть прежде всего это крестьяне, мещане, ремесленники, купцы, другие сословия учитывались по другим признакам. Но действительно, вот такой всеобщий, и по всей территории Российской империи перепись была проведена действительно достаточно поздно по сравнению, например, с европейскими странами. И при том, что положение о переписи, первое положение о всеобщей переписи было принято в 70-х годах 1890... 1870-х годов. Но так сложились обстоятельства, что потребовалось еще почти 20 лет, чтобы она была реализована. Это связано и с военными действиями, то есть на тот момент шла русско-турецкая война, и Россия признавала военное положение, и была отклонена перепись. Потом были другие обстоятельства. И вот в 95-м году, когда было принято положение о переписи, вот это получилось так, что сложились действительно ряд обстоятельств, которые оказались успешными. Вы впервые прикоснулись к этой теме, когда писали свой дипломный проект в университете. И вы стали первым ученым, который разыскал подписные листы, именные подписные листы, которые касаются Барнаула, Бийска, ну вообще нашего Алтайского округа, нашего Алтайского края. Как это было, расскажите? Ведь это тоже такая интересная и почти приключенческая история. Да, ну уточню, что когда писала дипломный проект, переписные листы были обнаружены по Тобольской губернии, вот, к сожалению, по Тобольской губернии у нас очень мало сохранилось. И мы нашли только третьи экземпляры, так называемые третьи экземпляры по Барнаульскому уезду. Считалось, что переписные листы вообще утрачены, они не сохранились. И основанием этому было то, что изначально, когда проводилась перепись, планировалось, что вот после обработки всех данных переписные листы, которых было очень много, они будут проданы на бумагу, ну, частично, так сказать, финансовые, вернется. Вот. И весь советский период и в 90-е годы считалось, что действительно их не сохранилось. Но дело в том, что переписные листы создавались в двух экземплярах, в некоторых случаях и в трех экземплярах. И они сохранились в регионах, они сохранились в государственных, муниципальных архивах. И когда это стало открываться, мы стали действительно искать по архивам, что же сохранилось, как же сохранилось. И вот в нашем Алтайском государственном архиве мы нашли третьи экземпляры. Это экземпляры, которые составлялись на жителей под ведомственным крестьянским управлением. То есть большинство – это крестьяне. Ну, собственно, и в уездах жили в основном крестьяне. И они имели сокращенную форму, то есть не такую широкую, как первые экземпляры. Но, тем не менее, там были сведения фамилиями отчества, возраста, состав семьи, где родились, то есть губерния выхода, где сейчас проживают и чем занимаются. Вы вдохновились этой находкой и создали сводную таблицу, сводный каталог, сводный ресурс, из которого можно много интересного узнать. И даже получили хорошее финансирование научного сообщества. И удачно его потратили. И мы сейчас можем пользоваться плодами ваших разыскных приключений. Что получилось в итоге? Да, действительно, я и, собственно, мои коллеги, моя команда, мы получили финансирование от Российского научного фонда. И, если честно, без этого финансирования, наверное, реализация этого проекта была бы невозможна, так как это требовало и затрат в плане командировок, то есть посещения архивов, поиск, работа непосредственно с архивными документами и, конечно, техническое обеспечение, то есть создание не просто базы данных. Мы создали информационный ресурс, который сейчас открыт для всех желающих. И у нас, собственно, два таких информационных ресурса. На первом ресурсе можно посмотреть, в каких архивах и по каким губерниям сохранились переписные листы переписи 1897 года. И сейчас он, прежде всего, востребован среди людей, которые ищут свою родословную, которые пытаются своих предков найти. Второй ресурс называется «Население городов Сибири» конца 19-го, начало 20-го века. Здесь мы уже создали базу данных по переписным листам, то есть она персональная там. Мы внесли из всех переписных листов, которые мы нашли в сибирских архивах, сведения о городских жителях. То есть сейчас он включает примерно 11 городов. Это города Тобольской губернии, Якутской губернии, Амурской области, Хабаровска и Сахалина. И там можно найти абсолютно все сведения, которые были в переписных листах. То есть и фамилия, имя, отчество, и возраст, и состав семьи, и откуда прибыл, и где проживает, и чем занимается, и грамотность. И более того, там есть сведения, где он проживал в городе. То есть либо конкретный адрес, либо в чьем доме. То есть там иногда не адрес писали, а собственник дома. Но тоже при определенных усилиях можно идентифицировать, прямо найти этот дом, где проживал предок. Что в итоге, как историк, я думаю, что для вас-то не просто набор цифр, вы, конечно же, проанализировали. Как жила Сибирь? 1897 год. Как здесь жили люди? Какой вы сделали вывод? Ну, я больше занимаюсь городским населением. В городах? Как жили города? Да, да. И могу сказать, что на самом деле города Сибири очень сильно отличались. И у нас были несколько городов, таких крупных городов, и по составу населения. И они тяготели, ну, собственно, к европейским уже городам, к городам европейской. В Сибири там были и театры, и библиотеки. Это что за города такие? Ну, в частности, вот, например, Томск из Томской губернии, это Тюмень, это Тобольск, Иркутск. Вот. И были совсем маленькие города, в которых, ну, статус городов, скажем, был дан больше как административному центру. Ну, например, город, в котором проживало всего 400 человек. 400 человек. И это был город. Это был город, да. И, ну, и понятно, что там каких-то вот признаков городской жизни, по большому счету, не было. То есть, ну, там вот был какая-то администрация, и все. Вот. А, конечно, интереснее изучать города, где жизнь била ключом, где были какие-то интересные события. Барнаул в этом отношении тоже очень интересным был городом, потому что у нас этот период был таким сменой, так сказать, парадигм. Да. То есть, с одной стороны, у нас закрылись заводы. Закрылся горное производство, но зато купцы. Да, но зато поднимались купцы. Город очень активно развивался, строился. И в связи с этим тоже купцы вкладывались и в общественную жизнь, и в развитие, ну, каких-то общественных учреждений. И в этом отношении было, конечно, интересно смотреть, читать. И к нам много приезжали. Было очень много приезжих. Ну, я имею в виду не только крестьян, да, то есть это были инженеры и какие-то узкие специалисты, которых купцы приглашали сюда жить, в Барнаул. И они с удовольствием приезжали. Елена, 1897 год. Сибирь – это глухой угол империи или все-таки развивающаяся территория? Немножко уточню, что под Сибирью в конце 19 века понималась огромная территория. Больше, потому что Амурская область, там была и Хабаровский край, ну, наша сегодняшняя Амурская область, Хабаровская, это все было Сибирь. Вот эта вот большая территория, она имела вектор развития? Или это был такой придаток, где много чего хорошего, но все неизведанно? На мой взгляд, особенно вот Западная Сибирь, то есть где мы живем, это уже далеко был не придаток. Здесь было много освоенных территорий и, ну, собственно, Западная Сибирь вполне уже ощущала в себе силы, потенциал, не случайно у нас появились такие течения уже позже, в 20 веке, что, ну, когда начались процессы гражданской войны, да, то есть от соединения такие процессы, вот, и Сибирь-то тоже были такие мысли, и это же не на пустом месте возникло, да, то есть, потому что были ресурсы, были силы, вот. И в 1897 году и Тобольская, и Томская губерния, они развивались на уровне европейских губерний, то есть губернии европейской России. Ну, конечно, если говорить, скажем, там, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, эти города, они были крупными для Сибири, они активно развивались, но это были точки, то есть вот буквально точки. А дальше всё не следано. Если почитать воспоминания, опять же, переписчиков, как проходила перепись, скажем, в отдалённых территориях, то там были проблемы даже добраться до места. И вот, например, по воспоминаниям одного переписчика якутской губернии, он добирался до удалённых поселений и на собаках, и на валах, и даже шёл пешком, потому что не было транспортных коммуникаций, было сложно найти вот кочевые какие-то поселения. А с некоторыми островами на Дальнем Востоке сообщение закрывалось, скажем, в ноябре и открывалось только в апреле. И вот весь период, получается, переписи просто физически не могли передать переписные листы. То есть их передали в ноябре и забрали только в апреле. Работа над проектом закончена? Или белых пятен ещё так много, что нужно продолжать работать? Белые пятна есть. И это меня на самом деле радует, так как человек такой ищущий и жаждущий находок. Меня радует то, что есть к чему стремиться. Мы, скажем, заканчиваем определённо... Определённый этап, определённый этап. И вот, скажем, проект по городскому населению, да, мы на самом деле завершаем. Но при этом у нас есть планы, как развивать его дальше. Елена, а если бы не история, какая-то другая сфера науки, может быть, творчества, могла бы вас так же увлечь, чтобы ваша жизнь была такая же интересная и насыщенная? Ну, я на самом деле историк-архивист. Почему я с архивами работаю? И, наверное, если бы я не пошла вот в исследовательскую сферу, я бы пошла работать именно в архивы. Мне очень нравится работать с архивными материалами, читать. Я умею читать скоропись, умею читать на древнерусском языке, на уставе, полууставе. И мне это доставляет огромное удовольствие. То есть я бы помогала другим исследователям в их поисках, в их, собственно, в их работе. Я думаю, так. Елена, спасибо за нашу встречу. Это был «Человек» с именем Елена Брюханова. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова